Всем привет! Примерно неделю назад на нашем YouTube-канале мы публиковали обзор игры The ABC Murders, которая по своей сути являлась детективной головоломкой. И сразу же после этого мной в App Store была замечена другая игра с названием Adam Wolf, Мрачный Мистический Детектив, которая с виду тоже очень сильно напоминала качественный продукт. Мне сразу же захотелось столкнуть две эти игры лбами, чем я собственно и занялся. Давайте проведем свое детективное расследование и попытаемся понять, на какую из этих игр стоит тратить деньги, а на какую нет. Поехали! Действия игры переносят нас в Сан-Франциско, который в последние дни просто окутан туманом мистицизма. В самых различных частях города случаются таинственные пожары. Ладно бы просто горели дома, а тут еще вдобавок к этому в момент пожаров пропадают люди. Никто не может понять причину возгорания, и за это сомнительное дело берет с Adam Wolf, который является детективом по сверхъестественным делам. Личность протагониста тоже нельзя назвать однозначно. Два года назад у него, опять же при мистических обстоятельствах, пропала сестра, а также по ночам его просто-напросто терзает один и тот же сон. Всего в игре 4 эпизода. Все они, естественно, стоят денег, но к первому эпизоду разработчики прикрутили такой достаточно продолжительный бесплатный демо-фрагмент. В него мы, собственно, и играем. Начинается игра с того, что нашему доблестному Адаму Wolf удалось выследить одного из поджигателей и загнать его в тупик. Тут же просто с лету нам в руки прилетает пистолет, и все это случилось настолько внезапно, что я даже успел растеряться. Вроде как качаешь детективный квест, а тут все происходящее до боли напоминает шутер. Но нет, слава богу, преступник скрылся, пострелять нам не удалось, и дальше вроде как геймплей принимает привычное русло. Сперва мы отправляемся на поиски поджигателя. Обследуем вонючую и мрачную канализацию. Локации нарисованы достаточно красиво, да и сам процесс вроде как тоже интересный. Но потом ловишь себя на мысли, что на практике все наши действия сводятся к поиску нужных зон на экране. Нажал на один проход, там тупик, значит разворачиваемся и тыкаем в другой проход. Разумеется, все это разбавляется водой. То нам здесь вроде как нужно трубу взять для того, чтобы ей впоследствии выбить дверь. То в кучу мусора нужно поднять кусок ткани, чтобы закрыть раскаленный поручень. И всем этим действиям придается некий налет важности. Хотя по сути все эти занятия вряд ли достойны внимания детектива по сверхъестественным делам. Немного позже ты начинаешь понимать, что на этом построен весь игровой процесс. Все, что нам нужно, это искать предметы и дальше думать, где и как их использовать. При том, что иногда это вообще лишено всякой логики. К примеру, здесь нам нужно взять воду охранника для того, чтобы ее вылить на дверную ручку. Да, вроде бы как все ок, дверь же с электрическим замком все-таки. Но он все же как будто бы это как-то притянуто за уши. Вы не находите? Такое чувство, что разработчики решили создать классический point-and-click квест, но в подобные игры уже никто давно не играет, и поэтому они начали каждую игровую сцену тщательно маскировать и разбавлять различными, по сути, бессмысленными вещами. Все это впоследствии завернули в действительно красивую обложку. Тут нужно отдать должное разработчикам. И дописали вроде как тоже вполне себе годный сюжет. В итоге, как по мне, мы получаем замаскированный point-and-click квест просто с конским ценником. За один эпизод разработчики просят 300 рублей, а всего их 4. При этом в комментариях пользователи жалуются, что продолжительность эпизодов находится на очень посредственном уровне. Да, можно купить сразу все эпизоды и вроде как получить 25% скидку, но это тоже такое себе удовольствие. Исходя из всего этого, я бы лучше потратил деньги на The ABC Murders. Да, она написана по книге, многие ее читали и могут помнить сюжет. Да, возможно, она несколько уступает графической реализации, но игровой процесс в этой игре действительно не стыдно назвать детективным. Там и логические загадки, и головоломки, и изучение характера подозреваемых, и сравнение почерков, и детективное построение мыслей. Тем более, что стоит она дешевле. 500 за всю игру, а тут 900, и то, если купите все эпизоды разом. Но, конечно же, решать вам. На связи был Бузов Роман. Поделитесь своим мнением об игре в комментариях, а также, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Нам всегда есть о чем вам рассказать. Пока-пока. Да, кстати, вам никого не напоминают вот эти вот чуваки. По-моему, вылитые в поржи инвокера. Походу, кто-то из разработчиков очень плотно сидит на второй дотке. Все, теперь точно пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok